Поход к детскому стоматологу для каждого ребенка небольшой стресс. И если уж родители выбрались к этому специалисту, значит у детворы есть проблемы и нужна помощь. А если попасть в этот день не удается, в чем же проблема? Послушаем пациентов и их родителей. Мы позвонили в регистратуру и записались на прием к врачу по телефону утром. Звонили где-то минут пять, пока дозвонились, потому что телефон был занят. Ну и нам дали талончик. К слову, маленькая Ксюша, у которой проблемы с десной, побывала у врача и получила лечение. С внучкой Амалией пришла на прием к стоматологу бабушка Галина Ростиславовна. У нее вообще зубики плохие, я вам скажу. И мы очень часто обращаемся в поликлинику. Обслуживание хорошее, проблем никаких. Старший внук тоже приходит постоянно. Вот я два талончика взяла на одного и на другого. Вы сегодня пришли, а на какой день вам дали талончик? На сегодня. На сегодня мы пришли утром, дочка пришла утром, взяла талончики. И вот сейчас я уже по очереди одного, потом второй идет. Нравится тебе ходить к стоматологу? Да, нравится. Мы заказывали по телефону талон, без всяких проблем нам выдали. И по острой боли у меня дочь приходила лечиться тоже сразу же. Очень приятно работать. Врачи очень такие позитивные, очень хорошо к ребенку отнеслись. Я просто пришла к хирургу, чтобы вырвать зуб. Все. И таких пациентов в детской стоматологической поликлинике только в день бывает более двухсот. Так что врачам приходится непросто. А ведь речь идет о детях. У нас обслуживается около 38 тысяч детей города Пинска и Пинского района. И мы еще являемся межрайонным ортодонтическим центром для детей Ивановского, Лунинецкого, Столинского и Драгического районов. Это порядка 45 человек. То есть дети от нуля до 18 лет. Где-то в среднем посещение у нас 250 детей в день. И около 100 пломб ставят наши специалисты. А теперь представьте себе, что на прием к стоматологу ринется сразу не 200, а 300, 400 ребят. Безусловно, оказать помощь сразу всем нереально. Вот почему существует предварительная запись. У нас существует предварительная запись и запись при непосредственном обращении. При непосредственном обращении, то есть это день в день, вы можете попасть, если придете с утра, с 7 утра раздаются талоны. А также с 7.30 запись происходит по телефону. Предварительная запись у нас непосредственно при обращении в регистратуру, онлайн-запись и запись по телефону. Про онлайн-запись. Значит, у нас онлайн-запись, это мы можем взять талон, это приблизительно через месяц, а также на следующий день. Но если уж ребенок кривится, то и плачет от боли, ему зеленый свет. Тут уж не до записи или наличия талончика. Нужно скорее оказать бедолажке квалифицированную помощь. Если случается непредвиденная ситуация, острая боль, травма, запись идет без талона, то есть непосредственно день обращения, если что-то происходит, пожалуйста, так же, как и медицинские осмотры. То есть запись специальная не нужна. Так может родители сами иногда создают некоторый ажиотаж? Не лучше ли заранее спланировать поход к стоматологу и вовремя пройти профосмотр? Иногда, к сожалению, бывает дефицит талонов. Хотелось бы обратить внимание, это во время каникул, также после больших выходных. Иногда бывает, что нет именно к тому специалисту, который нужен, поэтому всегда есть выход. Мы предлагаем и дополнительные талоны, и прием детей в выходные дни. Стоматологическая помощь нужна ребенку на протяжении многих лет. Забота о здоровье зубов ребенка важна для всей его дальнейшей жизни. Не оставляйте зубные проблемы своих детей на завтра, а тем более на послезавтра. Хотелось бы обратить внимание родителей, бабушек и дедушек, что как только появляется первый зуб, за ним нужен уход. У нас проводятся профилактические медицинские осмотры, которые нужно планировать и посещать один раз в полгода. А также хотелось бы обратить внимание родителей на планирование посещения ребенка для лечения, чтобы не допускалось критических ситуаций, а все было своевременно.